Это дом соавтора государственного флага Кыргызстана Бекбосуна Джачибекова. Здесь 28 лет назад создавалась история. Они на протяжении трех месяцев кропотливой работы создали многие варианты эскиза флага. Первоначально он был голубого цвета, но впоследствии был выбран красный флаг Кыргызстана. За два дня художник и соавтор флага Бекбосун Джачибеков нарисовал три варианта эскиза флага на конкурс. Помимо его работ поступили еще более 600 вариантов. Впоследствии выбрали пять авторов. За это время, взяв за основу тюндук, начали кропотливую работу, рисуя эскизы прямо на полу дома художника. Самым первым вариантом флага, предоставленным на конкурс, было полотно голубого цвета с белыми полосками. По центру находился тюндук. Его окружали шесть звездочек. Они означали пять областей из столицы Кыргызстана. Позже он претерпел многие изменения. Поменялся цвет полотна на красный. Добавили лучи солнца. Каждый предлагал свои идеи. В итоге получился такой флаг. За время работы над эскизами флага Бекпусун Джачебеков, находясь в раздумьях, похудел на 7 килограммов. Сотворить флаг, который придется по душе всем, дело не из легких. Был представлен на суд комиссии голубой, зеленый, белый, золотистый и красные полотна. Так, в итоге выбор пал на красный эскиз флага. За работу им заплатили 25 тысяч. Пять соавторов, включая архитектора, художника, получили по 5 тысяч. В этот день у Бекпусуна Джачебекова была и другая важная миссия. Он установил флаг независимой страны на шпигеле Белого дома. Белого дома «Герба» Эскиз еще одной символики страны, герба, не могли утвердить на протяжении двух с половиной лет. На конкурс поступили более 1600 эскизов. В итоге комиссии приглянулось творение рук Асиина Абдраева и Садырбека Дубанаева под рабочим названием НУР-19. Постепенно к эскизу добавлялись новые элементы в виде хлопка, колосьев, пшеницы, а какие-то и вовсе были убраны по совету старейшин. Каждый элемент в гербе страны скован с числом 7, который у кургызов считается счастливой цифрой. Мы все продумали до мелочей, чтобы в будущем не было подделок, госсимволики. Мы решили, что каждый элемент будет скован с числом 7. Вот, например, 7 колосьев пшеницы, 7 гор, 7 крыльев у сокола. Одним словом, его можно сравнить с иллюминатором, посмотрев в который, можно увидеть все красоты страны. Соавтор герба отмечает, что депутаты легендарного парламента внесли весомый вклад в принятие госсимволики. Каждый предлагал свои идеи, в итоге появился герб. В этот период не раз осматривали крылья сокола, ездили с авторами на Иссык-Коль, чтобы передать его красоту на полотна. Но все это стоило этих усилий, говорит соавтор. Собственная валюта, как символ независимости страны, ее пустили в обращение 10 мая 1993 года. Банкноты кыргызского сома по праву считаются одними из самых красивых и защищенных в мире. Их печатают во Франции и Мальте. Пятитысячная купюра стала номинантом в 2010 году на получение звания «Лучшие банкноты в мире». И, наконец, сомы окрашены во все цвета радуги. Еще одним символом независимого государства является основной закон страны. И мы расскажем об интересных фактах, связанных с ней. Интересные факты о Конституции Кыргызстана. 5 мая 1993 года Конституция была принята на 12-й сессии Верховного Совета Кыргызской Республики, так называемым легендарным парламентом. Было проведено 7 референдумов по поправкам в Конституцию. Идеальным считается образец 1993 года. В 2016 году основной закон страны был потерян, но позже найден. Самой стабильной считается Конституция 2010 года, которая была принята после Апрельской революции на референдуме. Ее не меняли 6 лет. Так, в 90-е годы времена легендарного парламента стали поистине историческим временем для страны. Так была утверждена государственная символика. Нацвалюта были установлены рубежи госграниц. На мировой карте появилась новая независимая и суверенная республика Кыргызстан. Тюбек Шершенбиева, Бақтавек Маматсаев, Пирамида.